Пенсия – это не финал жизни, если правильно распланировать свой день и относиться к своему новому статусу с позитивом. Современные пенсионеры имеют много возможностей для ведения активного и приятного образа жизни. Познакомиться с этими молодыми душой людьми мы пришли в Центр активного долголетия. Центр активного долголетия работает в четырех районах столицы. Ежедневно филиалы центра посещают около ста пенсионеров. Список занятий и развлечений в Центре разнообразен. Скучать здесь точно не придется. На выбор пенсионерам предлагают 15 кружков. По желанию можно посещать сразу несколько. График работы в Центре активного долголетия плотный. Занятия в нем идут каждый час. Здесь проходят тренировки по тугускумалах, ЛФК, йоге. Также столичных пенсионеров обучают навыкам владения языками. Можно пройти курсы казахского и английского языков. Наш Центр активного долголетия был открыт в 2021 году при поддержке Совета ветеранов и общественного объединения Жайна. В настоящее время около 2500 пенсионеров посещают различные кружки и принимают активное участие в проводимых мероприятиях. Плюсы таких центров – возможность общения с людьми своего возраста. Ведь после выхода на пенсию у большинства резко сокращается круг общения. Здесь много пожилых людей, которые уже подружились и вместе ведут активный образ жизни, поддерживая и мотивируя друг друга. Представители Министерства труда Республики Казахстан проинформировали о реализации плана мероприятия активное долголетие до 2025 года. Он предусматривает целый ряд мероприятий для повышения качества жизни людей старшего поколения, что в перспективе должно привести к увеличению продолжительности жизни населения Казахстана. На сегодняшний день такие центры открыты и действуют в девяти областях – Нурсултан, Алматы, Шимкент, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской и Туркестанской областях. Заявители должны иметь при себе удостоверение личности и пенсионный документ. Ну, после пенсии все думают, что раз пенсионер должен сидеть на диване. Нет. Это ошибочная думка. Надо работать, двигаться, участвовать во всех мероприятиях. Упражнения мы выбираем не хаотичные. Я примерно лично сам выбираю упражнения, те, которые необходимы. И чтобы эти упражнения помогли, я хочу, чтобы люди, которые сюда приходят, чтобы были здоровыми. То, что жизнь после 50 лет не только не заканчивается, но и может выйти на новый уровень, доказывают многочисленные мировые истории успеха. Например, марафонец Фауч Синг начал бегать в 89 лет, а в 94 побил мировой рекорд своей возрастной категории. И таких примеров множество. Приходите в Центр, общайтесь, ведите активный образ жизни, и ваша жизнь на пенсии заиграет новыми красками.